Всем добрый день! Сегодня поговорим об Уильяме Эллиоте Уитморе. Проедьте 90 миль к югу от Айова-Сити до последней остановки перед въездом штат Миссури. Поверните на восток и направляйтесь мимо любого поселка в лес. Вот вы и добрались до места, где живет Уилл Уитмор, как физически, так и духовно. Это округ Ли. В плодородном полумесяце Айовы, где река Де Мойн сливается с Миссисипи, Уитмор ведет простую жизнь в хижине, переоборудованной из амбара для кукурузы, построенного его дедом в 1954 году. Эта старая конная ферма занимает 160 акров. В его хижине нет водопровода, а для обогрева используется только дровяная печь. Компанию ему составляет небольшой фермерский зверинец, несколько кур, старая верховая лошадь и мул. Закройте глаза, чтобы представить себя на крыльце в округе Ли, где Уитмор выдает неистовое живое выступление, словно огромный грузовой поезд, несущийся по рельсам. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Находится эта ферма на тракте полукровок, земле, отведенной в 1824 году американским правительством детям от смешанных браков индейцев и белых европейцев. А потом, в 1832 году, именно там случилась война Черного Ястреба, когда индейцы во главе с вождем по имени Черный Ястреб решили отвоевать земли, которые изначально им принадлежали. Все это происходило ваккурат тогда, когда на Дворцовой площади в Петербурге была возведена Александровская колонна, в Германии, закончив Фауста, бочил в Бозе-Гетте, Пушкин выпустил драму «Русалка», а Гоголь опубликовал второй том «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Кончилось все это, естественно, плохо. Большая часть индейцев полегла в боях за родину, а Черного Ястреба посадили в тюрьму. Не знаю, какое все это имеет отношение к песням Уильяма Эллита Уитмара, но сердцем чую, что недаром он всю свою жизнь живет на этой ферме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, достаточно лишь короткого знакомства с этим фермером, чтобы понять, что он один из тех людей, которые просто родились старыми. Простоватое и изношенное, как старый амбар, который видел слишком много зим, эта потрепанная душа упорствует, прогоняя своих демонов пением. С хриплым голосом и редким аккомпанементом, часто состоящим только из топота его ноги и ржавого банджа, он рассказывает автобиографические истории о грехе и искуплении в надежде спасти свою собственную изломанную жизнь. Уитмар начал писать песни еще в раннем возрасте, чтобы справиться со смертью своих родителей, которые умерли с разницей в несколько лет, когда он был еще подростком. По его словам, каждый сезон соответствует одному или другому жизненному циклу. Жизнь поднимает вопрос о смерти, но вместо ответа, переплетенного с печалью, она сигнализирует о продолжении естественного чувства бытия. У всего есть цель – это смерть, а смерть – это всего лишь часть жизненного процесса. Родители Уитмара обожали музыку. Его отец играл на гитаре, а мать хорошо играла на фортепиано и аккордеоне, в то время как его дедушки с обеих сторон играли на банджо. Его родители были большими поклонниками Джонни Кэша, Хэнка Уильямса и Вилли Нельсона, и в раннем подростковом возрасте он научился играть на гитаре и банджо. Он знал, что музыка – это то, чем он хотел бы заниматься, но не мог понять, как это осуществить. Это казалось недостижимым, как что-то, что маячит на горизонте. Только когда он начал приезжать в Айова-Сити подростком, он обнаружил, что играть музыку и выступать перед зрителями может, по сути, любой желающий. Это открытие подтолкнуло его к началу карьеры, но именно трагедия стала решающим фактором в развитии его музыкальной карьеры. В 16 лет он потерял отца, умершего от рака. Три года спустя его мать погибла в аварии на мотоцикле. Эти смерти разбили Уитмара. У него не было объяснений или ответов, почему это произошло, и он уехал в Айова-Сити, где он с головой окунулся в панк и хардкор-сцену, купаясь в ярости опьяняющих веществ. «У меня был период в жизни, когда я думал, что, может быть, я просто убью себя алкоголем, может быть, я просто напьюсь до смерти и таким образом сам вырую себе могилу», – вспоминал Уитмар. Лекарством оказалось написание песен. Как только Уитмар начал общаться через стихи с близкими, которые покинули этот мир, только тогда он смог увидеть выход. Уитмар начал гастролировать с местной группой, играя у них на разогреве. Как-то раз к ним на концерт пришел представитель звукозаписывающей компании, чтобы посмотреть на выступающую группу. И был так впечатлен выступлением Уитмара, что, не дожидаясь окончания выступления, основной группы предложил ему контракт. Его первый альбом под названием «Гимны для безнадежных» был выпущен в 2003 году. К этому времени Уитмар и его братья и сестры уже переоборудовали ферму для выращивания зерновых и стали сдавать часть земли в аренду, что позволило ему сосредоточиться на музыке. С первого трека альбома Уитмар начинает неустанный поиск искупления и тянется к смерти как к единственному истинному расчету человеческой жизни. И если в начале альбома вам покажется, что он мало разделяет веру уличного проповедника в рай, то к концу альбома он предполагает, что есть надежда даже для безнадежных. Субтитры создавал DimaTorzok После гастролей в поддержку дебютника он выпустил второй альбом в 2005 году под названием «Пепел в пыль». Альбом наполнен личными историями из жизни. Например, заключительный трек – это история отца Уильяма, одна из последних просьб умирающего фермера. А песня «Подними мой кувшин» была основана на истории встречи бездомным по имени Хаб Кейл, который жил за пределами его родного округа. Уитмар и его отец обычно подвозили его. Маленький Уитмар как-то спросил папу, зачем они это делают. И отец ответил, что не стоит судить людей по их внешности. Кейл, сказал отец, был хорошим человеком и по-настоящему свободным. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. После записи третьего альбома, получившего признание критика в 2006 году и нескольких туров, Уитмар заключил сделку с дружественным к артистам инди-лейблом «Анти». Первым альбомом на нем стал студийник 2009 года, в котором он исследовал более современные темы. В нем он объявляет войну коррумпированным политикам у власти, которые пытаются контролировать людей из-за закрытых дверей. Настроенный только на боевой барабанный бой, песня под названием «Мятеж» сигнализирует об отходе Уитмара от его внутреннего исследования личных демонов и вместо этого высвобождает свою ярость на тех шарлатанов, продажных полицейских и предполагаемых лидеров, которые злоупотребляют своей властью и наносят вред состоянию общества. В 2011 году вышел очередной альбом, посвященный работе и труду на ферме. «Мы собираемся немного поработать и провести день, копаясь в грязи». Ревет он в заглавном треке пластинки. На альбоме часто всплывают сэмплы щебечущих тварей, так как Уитмар и его семья разводят диких птиц. Во многих из этих песен труд позиционируется как своего рода спасение, способ оградить себя от современного мира. Вообще для Уитмара саморабота – это находящийся под угрозой институт, что все больше и больше людей не хотят зарабатывать себе на жизнь собственным трудом и вообще ограничивают свой физический труд. «Вот я работаю в поле. Если тебя не спасет жара, то тебя спасут солнечные ожоги», – обещает он со всей уверенностью человека, который разбирается в таких вещах. «Как long can the night time last? How long can it be? These short-tooth creatures from the past gonna be the end of me» В 2015 году, набрасывая материал вокруг старого фермерского дома округа Ли, перерывах между кормлением животных, уходом за посевами, работой в столярной мастерской и общением с женой, Уитмар каждую неделю ездил на два часа в Айова-Сити, в звукозаписывающую студию, построенную и управляемую его кузеном и продюсером Люком Твиди. Вместе они репетировали, записывали и создавали песни, иногда приглашая других музыкантов играть вживую на треке, а иногда позволяя Уитмару самому придумать мелодию. Результатом стал альбом под названием «Смерть от Радия». Вот что Уитмар говорит о названии альбома. «Я много читал о так называемых «радиевых девушках» начала 20 века, этих сборочных линиях женщин, которые расписывали циферблаты часов радием, чтобы они светились в темноте. Рабочие облизывали кончики своих кистей, чтобы они стали острыми, и многократно окуная их в химическое вещество, прежде чем стало известно, что оно опасно. Постепенно они заболевали, и в конце концов они подали иск в суд и добились некоторой компенсации, когда стало ясно, что именно Радий вызывал их проблемы со здоровьем. Так что в моем сознании «радиевая смерть» стала представлять собой что-то, что, как вам говорят, полезно для вас, но на самом деле вас убивает. Она представляет собой ту ложь, которую вам говорят, и то, как мы можем защитить себя от нее. Весь альбом посвящен теме того, что империи вроде римской думали, что будут существовать вечно, и американское правительство думает так же, что оно будет вечно на вершине. Но когда они начинают так думать, это начало конца. Любимая мной песня с этого альбома называется «Цивилизации». Она повествует о том, как нефтепровод из Южной Дакоты в Иллинойс должен был пойти через ферму его бабушки. Я люблю эти земли и уважаю их. С одной стороны, люди в местных горах добывают необходимый нам уголь, но с другой стороны, те же самые люди сбрасывают отходы в мои реки. Мне кажется, что эти люди, которые так поступают, могли бы с таким же успехом сжечь церковь или нарисовать усы Мони Лизи. Последняя песня альбома – это, на мой взгляд, оптимистичный госпел. Вспоминая то, чему его учил отец, Уитмар призывает нас не обращать внимание на неизбежную пыль, в которую мы превращаемся, чтобы жить полноценной жизнью в настоящем. Мы все когда-нибудь уйдем. Так что пока мы здесь, давайте сделаем как можно больше хорошего. Песня под названием «Исцеление, которое нужно сделать», была вдохновлена его бабушкой. У нее был инсульт, и поэтому он вместе с другими родственниками, они по очереди присматривали за ней, и когда наступила его очередь быть с ней, он написал эту песню. Эта пластинка стала последней вместе с «Анти», и затем он нашел пристанище на новом лейбле. Первый совместный релиз вышел в 2018-м. Он был полностью составлен из материала других авторов, включая мелодии Джонни Кэша, Зизи Топ, Билла Уизерса и Капитана Бифхарта. Уитмар вернулся к записи лишь в 2020-м году. В его новом альбоме доминируют темы семьи и дружбы. Но после того, как его новый лейбл столкнулся с финансовыми проблемами, из-за которых он временно закрылся, Уитмар начал самостоятельную деятельность, основав собственный лейбл. Совсем недавно в этом году вышел альбом, который снова был написан в сотрудничестве с продюсером Люком Твиди. Он состоит из десяти песен о темной стороне судьбы с лаконичными атмосферными аранжировками. Песня под названием «Тьма наступает» является эмоциональным центром альбома. Это песня о любви, но, как говорится в одной из песен Боба Франки, это тяжелая любовь. Любовь в семье, раздираемой сожалением и болью. I don't know what they told you, son But the darkness comes to everyone There's a light that I can't see And I hope you do better than me Уитмор обладает воображением романиста, берущего на себя роль голоса угнетенных, людей, которые никогда не видят края ямы, в которой они живут. Возможно, жизнь на Миссисипи в окружении фермеров, которые изо всех сил пытаются удержаться на плаву, и людей, работающих на работах, которые никогда не позволят им продвинуться вперед, дает ему проницательность и сочувствие. Именно это чувство должного уважения отличает Уильяма Эллиотта Уитмора от его современников. Он всего лишь управитель своей земли, своих песен, и когда он уйдет, превратившись в прах, его ремесло будет жить для следующего поколения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok